Всем добрый день! С вами Дачный Агроном. Сегодня хочу показать вам распаковку посылки, которую я получила с новыми сортами голубики. Я весной высаживала три саженца для пробы, чтобы понять, как будут растения приживаться, как будут расти в нашей полосе, в средней полосе Украины. И я очень хорошо с ними справилась, поэтому заказала растения еще. Давайте посмотрим. Я заказывала голубику двухлетние саженцы. Вот пришла накладная вместе с ними. Рекомендации для посадки. И вот такая вот визитная, я бы сказала, карточка. В фирме, где я заказывала, фруктовый сад. Я второй раз здесь делаю заказ. И первым заказом довольна. Давайте посмотрим. Вот такие прекрасные растения. Вот такие вот двухлетки. Уже видите, одревесневевшие вот здесь. Даже уже вот видно, да, одревесневевшие такие вот веточки. Вот, прекрасно доехали. Нигде ничего не сломалось. Дальше. Ну, маленькая вот верхушечка, но не в счет. Еще вот такая вот. Блуголд. Вот такой вот саженец. Давайте дальше поговорим. Смотрите, тоже прекрасный саженец тоже. Вот тоже вот одревесневевшие вот. Беркли сорт. Отличный тоже саженец. Смотрим тоже. Видите, вот побеги, которые уже вот деревянненькие, одревесневевшие тоже чанглер два сорта. Два растения этого сорта. Бонус сорт. Вот. Ну, тут менее, конечно, одревесневевшие, но начинает, я думаю, что успеет до заморозков. Я думаю, что тоже бонус. Да, потому что оба уже тоже выжелтеет листва на обоих растениях тоже. Видите, прекрасное растение. И еще одно растение. Так, тоже Беркли. Вот. Вот такие вот семь растений голубики. С фирмы Фруктовый сад мне пришли сегодня. И, конечно же, я буду их высаживать в грунт. И покажу вам дальше, как все это будет происходить. Приготовили ямы под посадку 80 на 80 и примерно 50 сантиметров в глубину. Сейчас мы будем эти ямы заполнять специальным грунтом для голубики. В данном случае у меня вот такой вот грунт, специальный грунт для голубики. Лохина это на украинском языке. Вот кислотность грунта. Специальный грунт для голубики. Вот сейчас я буду в каждую лунку добавлять, в каждую ямку буду добавлять по 2,5 мешка. То есть это по 50 литров торфа, вот который кислый. Буду добавлять 50 литров коры мелкой фракции и ведро песка. Все это буду перемешивать, проливать. Буду добавлять удобрение осмокот, это удобрение пролагированного действия. И буду высаживать свои саженцы, голубики. Будем смотреть, что у нас получится. Ямы у нас готовы. И хочу показать сейчас еще раз, как я заполняю яму. Еще раз показываем. Берем грунт для лохины. Это кислый торф. Специально для этой культуры кислотность. Все указано на мешке. Высыпаем 20 литров. Вот такой вот мешочек грунта. Добавляем песок. У меня хорошая земля. Я песка добавляю не ведро, а на яму пол ведра. Так как у нас еще не днем. И добавляю вот такую фракцию элементной коры. Все это я смешиваю. Вот так вот тщательно перемешиваю. И получаю вот такую вот землю. Так как это мало, добавляю еще один мешок 20 литров. Теперь добавляю еще песок. И то, что называется еще мелкой фракцией коры. Опять же все это я перемешиваю. Вот такая вот получается у нас земля. Мы заполняем в яму 250 литров земли. И еще добавляем 10 литров сюда. И вот именно сейчас вот сюда в центр я вот перемешиваю. Делаю вот такое углубление. Мы будем высаживать нашу лохину. Сейчас, секундочку, я возьму растение. И заодно покажу вам корневую тоже, которая будет в данном растении. Хочу сказать, чтобы вы видели, какая корневая. Может быть кто-то, кто живет на Украине, захочет заказать растение, если понравится, на этой фирме. Хочу, чтобы вы были уверены, стоит вам это делать или нет. Хорошо было упаковано. Вот смотрите, растение пролито. Достаем его отсюда. Вот. Видите? Прекрасная корневая. Вот так немножечко. Вот его. Корневую немножечко вот так вот. Расправляем. И ставим в эту вот посадочную ямочку. Сейчас возьму воду. Заливаем. Вот так вот. Хорошо. По кругу растение наше. Я хочу сказать, что кто следит за моими выходами видео, я показывала весной, я покупала три растения. Мне очень хотелось посадить. Почему три? Потому что я не знала. Закрываем растение. Делаем вот такой вот бугородчик. Немножечко вот так его прикрываем. Делаем бугородчик. И еще проливаем водичкой. И еще раз напомню, что я живу в центральной части Украины. Днепропетровск. Днепропетровск. Сейчас Днепр по-новому. И я хочу сказать, что мои три растения, это были разного сорта. Голубику нужно сажать не одиночную посадку, ни одно растение, хотя бы штуки три разного сорта, тогда оно лучше укореняется. Я прекрасно с ними справилась. И вот сейчас выказала по осени еще семь растений. Я думаю, что на семью мне хватит. Я даже собрала в этом году урожай, чего даже, честно говоря, не ожидала. И обязательно вот так вот мы мульчируем нашу голубику. Такой вот корой. Можно со словом опадом. Мне нравится корой. Хороший такой слой. Вот делаем такой бугорочек. Земля обязательно протядит. И вот наш куст прекрасно себя будет чувствовать. Каждый год нужно будет мульчировать куст, добавлять, потому что меня будет просаживать. И поверьте мне, если вы его так посадите и будете ухаживать за своей голубикой, вы обязательно получите хорошие урожаи. И вас растение обязательно будет радовать своим видом. И своей ягодой. Вообще хочу сказать, что я советую вот эту фирму, где я беру круптовый сад. Мне нравятся саженцы. Я высаживаю ее в двухлетки. И могу сказать, что это, наверное, самый оптимальный вариант. И по ценовой политике. И по тому, как растение укореняется и дает свой урожай. Вот так, дорогие друзья. Если кому-то интересно, смотрите. Выращивайте такую же ягоду, как выращиваю я, если вам нравится. Всем хорошего дня. Если вам понравилось, ставьте свои лайки. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать видео. Дальше будем наблюдать. Обязательно будем делиться какими-то своими наработками. Всем хорошего дня. Будьте счастливы и здоровы.